Всем привет, ребят! Экстренное включение. Я сейчас нахожусь в городе Салават. Прохожу стажировку на телевидении. Помог там освоить быструю съемку. Что ты сигналишь, коза? Я нормально еду, я объезжаю кочки. Любой гондон, который будет залупаться, что ты не имеешь права здесь снимать, я покажу ему, что я имею полное право снимать, потому что я СМИ уже. И, сука, я забыл выключить габариты. Спустя какое-то время, то есть, ну, я прохожу, проверяю машину, там работала ли сигналка или нет. Нажимаю на брелок, машина, ну, никак не откликается, и брелок тоже молчит. Такой, в смысле? Подхожу к машине, нажимаю, и слышу такой, ну, вообще дохлый писк. Самое главное, баба мне еще пибикает, сигналит. Я, по сути, вот, смотрите, тут какая дорога. Да, она разбитая, но она, как минимум, здесь трехполосная, блядь. Я еду посередине, она едет, ну, по левой, по крайней левой. И что-то мне сигналит, что тебе надо, блядь? Нормально. А почему, ну, собственно, аккумулятор сел? Я, как бы, ехал 50 километров сюда, я не слушал музыку, и мне казалось, что генератор, наоборот, должен хорошо зарядить аккумулятор. Но не тут-то было. Ребят, я вообще сейчас выпал. Подошел к одному мужику, ну, про которого я говорил, что у меня клемма прям при нем сломалась. Полбеды. Я в центре города, в оживленном месте, тут рядом всякие торговые помещения и много машин, собственно. И, казалось бы, найти дружище себе, который тебя прикурит, не составит труда. Но, ребята, смотрите, что у меня с проводом случилось. Вернее, с клеммами. Вот эта клемма полностью оторвалась. То есть, это я ее сейчас зачистил, чтобы... Сейчас я примотаю ее за лентой вот сюда, непосредственно к самой клемме, и уже буду искать еще раз лалку. Я позвал мужика, он, ну, согласился помочь. Подъезжает, а у меня, бац, падает клемма. Я такой, бля, что за пизда? Проходит 5 минут. То есть, я вот записал это видео, зачистил кабель, и вот думаю, ну, уже все, сейчас опять к нему подойду, за лентой примотаю. Но тут мне в стеклышко стучатся два мужика. Ну, один пацан и второй мужик. И, как понял, это отец его. И спрашивают, ты заглох? Я такой, ну, да, я. Они, ну, типа, говорят, сейчас вот нашу машину там освободят, ну, там, припарковались, короче, неудобно. Вот, они выехать не могли. Говорят, сейчас вот освободят машину, мы подъедем и прикурим. Я такой, типа, бля, у меня это, ну, провода сломаны. Она говорит, а у нас есть. Такой, нихуя себе. Подошли, понимаете, сами подошли и предложили помощь. Потом я проезжаю, и этот мужик мне вот так вот, ну, типа, кулаки за меня держит. Вот. Блин. Ну, очень, очень классно получилось, серьезно. То есть, мужчина поначалу, ну, ну, вообще незнакомый, то есть, он думал, я не знаю, наебаю, что ли его. А потом уже, когда по факту все подошли, он увидел проблему и сам пошел просить других, чтобы меня прикурили с проводами. Блядь, есть еще добрые люди, ребят? Вы вот тоже, ну, тоже делайте так. В любой мороз там, какой бы ни было, надо поддерживать своего брата-автолюбителя. Блин, нормально. Сейчас домой еду. У меня будет свой личный водитель. У меня будет такси, которое я покажу пропуск на телевидении, и меня смогут возить бесплатно по городу. Ваааа, охуенно. И у меня будет, короче, разрешение прессы. То есть, любой гандон, который будет залупаться, что ты не имеешь права здесь снимать, я покажу ему, что я имею полное право снимать, потому что я СМИ уже. А видеоблогер в СМИ это пиздец. Я тогда вообще оборзею на ютубе. Вот. Ладно, в общем, всем пока, ребят. Вложек о хороших людях. И о хорошем начале моей карьеры на телевидении. СМИ это пиздец.